Приветик ребятки! Надо вас видеть на своем канале! Добро пожаловать ко мне! Так, значит, сегодня что будем делать? Надеюсь, у вас погодка там наладилась у всех, друзья. У нас вообще прекрасная погода, так что на майский будем отдыхать. Ну, кто отдыхать, кто работать. 1 мая я приступаю, на работу выхожу, короче, на неделю. Ну, а завтра мы хотим сделать шашлыки с Сергеем. На доме, первый раз в жизни, на своем. Так что, теперь у нас дислокацию поменяли. Теперь будем там, пора там делать все шашлычки и все остальное. Короче, сегодня что я задумывала? Достала кучу мяса, хотела накрутить фарш. Но на улице так тепло, я уже в кофточке в одной бегала к курам. Поэтому не хочу, говорю, ничего такого. Ни котлеты, ничего. Сделаю окрошку, у меня еще колбаска есть, огурчики есть, яйца есть. На воде опять похлебать. Вот в теплую погоду самое то. И, наверное, пожарю свинину и немножко с картошкой пожарю. Тоже вкусно, Маша любит. Так что, поехали. Свининка отошла, приступаю. Что я ее сейчас нарежу быстренько, почищу картошку. Сегодня мне еще гору такую белья надо перегладить. Нужно сбегать по магазинам. Короче, погнали. Небольшой кусочек свининки у меня. Промываем. Так. Сало уберу. Сало мне не нужно. На фарш потом пойдет. Этот кусочек порежу кубиками, чтобы побыстрее приготовилось. Без масла пока брошу в сковородочку. Пусть в собственном соку готовится. Давно хочу картошечку жареную. Чтобы было это посытнее, сделаю с мясом. Вот, достаточно. Ребят, мяско тушится, картошка варится. Уже здесь начинаю резать одной рукой на окрошку. Тут приготовила, почистила картошку, порезала. Так, нужно сделать запеканку еще к обеду успеть. Берем 60 грамм манной крупы. Первым делом. Нам нужно ее замочить. У меня такая желтенькая добродетая тоже манка вкусная. Замочить 200 миллилитров молока. Прямо холодного. Чтобы она разбухла. Опс-опс-опс-опс. 207 грамм. Размешиваем. И пусть она себе в стороночке стоит, нам не мешается. Берем чашечку побольше. Насыпаем сюда 600 грамм творога. Ой, блин, сама завязала, сама. Добавляем сюда 3 яйца. 180 грамм сахара. 2 столовые ложки сметаны. Любой. Так, и отправляем сюда набухшую манку. Девчонки, если у вас есть время подольше ее подержать, она прям как каша должна стать. Но у меня нет времени. Отправляем. Отправляем так, она набухнет в духовке. Все. Сейчас это нужно перебить все блендером. Такую в нежную текстуру превратить. Вот такая жижка у нас получилась, однородная масса. Я добавлю, никогда не добавляла, изюм 100 грамм. Ну, я люблю с изюмом. Кому не нравится, решила, выковырят. Это я промашу. Все, пошла разогревать духовку. Вот именно сейчас ее только начинать надо разогревать. Чтобы минут 10 постояла. У нас запеканочка. Пусть все ж таки набухнет. У нас маночка. А буду выпекать я вот в такой из-под хлеба формочки. Смажу маслом. Ну, где-то минут, наверное, на 50 будет выпекаться. Она так хорошо подымется в духовке запеканка. А потом, когда вы достанете, она немножко осядет. Но это ничего страшного. Нежная, нежная. Будет вкусная, вкусная. Мы запеканку теперь в последнее время пекем только по этому рецепту. Ни муки не нужно, ничего, ни соды. Я, наверное, сейчас вылью, и пусть она прям в формочки доходит. Запеканочка. Идеально сюда помещается. Все, я уже займусь так. Так у меня картошка сварилась на окрошку. Ой, вот столь. Вот этой лопаточкой люблю все сгребать. Так, чистенько. Сейчас, пока картошка остывает, отварю яйца. Не хочется 10 кастрюль марать. Тут уже свининка тоже доходит у меня. До кондиции. До кондиции. Мясо готово. Добавляю подсолнечное, а обязательно сливочное. Кусочек. Посолю. И отправляю сюда лук. Пусть лук слегка поджарится, потом уже картошечку. Прошло 5 минут. Лук уже насытил мясо своим вкусом. Прибавляю газ. И отправляю сюда картошку. Прямо первые 3 минутки где-то на сильном огне надо сжарить. Даже минут 5. Там сами посмотрите. Сегодня окрошку сделаю с лимонным соком, не с уксусом. Попробую. Оно действительно полезнее. Всё, пусть жарится. Картошечка моя быстро уже пожарилась. Так я и не закрывала крышкой. Посолила я её. Добавлю оставшиеся мои сливочки. Сейчас буду томить, томить под крышкой. Ну, достаточно. Так, оближем палочку. Добавлю укропу. Всё-таки не до солёно. Сейчас надо сальцо достать, чтобы маленько оттаяло. Чуть-чуть подсолю. Укропчик. Часть отправлю в окрошку. Часть в картошку. Жалко, зелёного лука нет. Проворонила и не купила. Закрываю. И на медленный-медленный огонь ставлю. Так, всё, у меня картошка остыла. Яйца сварились, остыли. Всё начинаю чистить, крошить сюда. Запеканка в духовке. Окрошечка моя готова практически. Так, перемешаю. Ой, сахар взяла. Как обычно. Спуталась. Сразу посолю, чтобы мешать удобно. Удобно. Перчик немножко. Ну, девчонки, я без лука, конечно. Попозже побегу на почту. У магазина куплю лук и добавлю. Разомну его. Прямо толкушкой, чтобы он мягенький был. А сейчас, ладно, к обеду пока так. С укропом. Беру лимонную кислоту. Вот так вот, наверное, хватит. Размешаю пока. Её растворю. Пиалочки. Потому что, говорю, не знаю. Первый раз я с лимонкой. М-ка. М-м-м. Кисленько. Вода кипяченая. Попробуем, что получилось. Очень вкусно получилось. Вообще, такая нежность. Кисленько так нежно. Да, не как уксус. Прямо бывает в нос бьёт. Сейчас вот ещё подсаливаю, мешаю. Сильно не буду. Пусть постоит. Отдаст соль вкус. А то сейчас пересолю. Ну, ещё можно водички. То есть, сильно густо. Всё вылью. Ну, вот. Вот такая крошечка. Получилось. Сейчас её в холодильник убрать. Хотя бы, чтобы полчасика и она стала холодненькой. Попробуем. Ну, чуть-чуть, может быть, соли. Добавим попозже. И горчички можно. Вот запеканочка была очень высокая. Сейчас осела. Хотя я её подержала в духовке немножко, чтобы резко не менять ей температуру. Ну, ничего. Она всё равно будет очень-очень воздушной. Я вам потом попозже покажу. Остынет. Сейчас, естественно, её не нужно резать, трогать. Пусть себе спокойненько остывает. Я сейчас буду накрывать обед. Порежу свежие огурчики, помидорчики, сальцок, картошки и окрошечку. И будем обедать. И окрошечку налью. Запеканочка остыла наша. Ммм, вон какая. Вот так вот сделала и поливая. Сгущёночкой. Потекёт? Вау! Лимончик ещё можно к чаю. Маша будет дегустировать. Маш, только с изюмом. Я хочу с изюмом. Не надо такое лицо делать. Давай, пробуй. Нет. Если что, выковыришь. Давай мне. Маш, без изюма кусок. Ммм. Ммм. С изюмом такой. С изюмом? Ну, ты же любила сырочки раньше. Пробуй. Сырки без изюма, да? Ммм. Ммм, без изюмом. Девочки, какая вкуснятина. Нежная-нежная запеканочка. Ммм. Большая часть завтра поедет в Челябинск к Семёну. Гостинчик с Настей. Со сгущёночкой, с баночкой. Вкусно очень. Я уже на стройку приехала. Сергей тут работает. Радио забрал колонку мою. Вот так. Пол готов. Не волнуй. Чё, две двадцатьки положишь. Почти. И спаленка не такая большая. Она уже смотрится. Ох. Грохот, грохот. Вот, девочки. Так. Вот выход с гаража домой. Здесь ещё будет перегородка. Вот так вот. Это будет небольшая такая раздевалочка. На втором этаже гардеробная. А здесь раздевалка. Разделись и пошли в дом. Так, идёмте покажу, что я сделала. Ой. Сердце кровью обливалось, но я это делала. Все петунии прищепнула. Вот здесь верхушки взяла и все обрезала. Они уже с цветочками. Вот-вот расцветут. Жалко. Вот, посмотрите. Но всё беспощадно резала, сидела. Чтобы не пошёл цветочек вверх вот так. А вот видите, вбок он тогда даст отростки. И будет красиво вот так вот по горшочку. Как это сказать? По горшочку развиваться, что ли? Уже всё. Я уже думаю о другом. Уже мысли у меня улетели. Вот как Бакопа. У меня мама всегда жалеет. Нет, я не буду. Мне жалко. И у неё вот так вот петуни все торчат вверх. И потом всё падает на ветру. Так, ага. Вот здесь вот сейчас отрежу. Посмотрите, пошёл вверх уже. Не увидела. Сейчас я её резану. У меня ножницы тут огромные. Так, и пойдёмте покажу вам рассаду помидор. Прекрасно себя чувствует. Так, вот этот что-то у нас головушку наклонил. Так, сделала сквознячок. Прекрасно. Земля влажная. Всё. Друзья, я приехала на паровоз. Папа мне сказал, приезжай. Здесь лебеди. Да я уже сразу вижу лебедя. Ой, какая красота. Боже. Боже мой, как они плывут. Боже. Один, смотрите, стоит. Где он? Где он? Вот он. Боже ж ты мой. А те поплыли. Боятся людей. Папа говорит, они прям дерутся. Почему-то у него нет пары. Да, батюшки, какой красивый. Те поплыли тихонечко в камыши. И вот ещё парочка сидит. Баранда ярочка. Где он? Где он? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...